Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я хотел бы поговорить о дивидендных акциях. И в первую очередь, когда на ум приходит понятие дивидендные акции, в разрезе российских инвестиций сразу в голове появляется компания Северсталь. Я думаю, каждый рассматривал возможность ее наличия в своем портфеле. Компания довольно стабильная, выплачивая дивиденды. В 2017 году суммарно было выплачено порядка 13,7% дивидендами. То есть это уже неплохо. В годовом исчислении вы перекрываете инфляцию и уходите в плюс. Довольно таки интересно. В 2018 году пока еще не ясно, какая конечная цифра будет. Это в районе декабря станет известно. И произойдет окончательная выплата дивидендов по 2018 году. И в целом, помимо дивидендов, компания интересна достаточно стабильным ростом. Волатильность довольно приличная у акций компании, но за последние 6 месяцев доходность по ним составила 16,03%. Все вверх и вниз, это довольно такая, как я уже говорил, волатильная система. Можем видеть график за год и за все время. За все время, если посмотреть, то в любом случае прослеживается положительный тренд восходящий. Не все деньги, не вся прибыль уходит на выплату дивидендов. Еще в компании остается. Она может увеличить свою капитализацию, расшириться и принести дополнительный доход инвестору с акций. Отличный показатель цена-прибыль 6,9. Вполне можно рассмотреть ее и в качестве вложения в дивидендные акции, и можно рассчитывать на рост акций. Если просуммировать 2017 год, примерно доходность за 6 месяцев, дивидендную доходность порядка 20-30% прибыли, можно от нее ожидать. Также в качестве положительного фактора можно сказать, что такой негативный момент для российской экономики, конечно, но положительный для Северстали. Большое количество стали идет на экспорт, и слабый рубль, он помогает компании. То есть в долларах идет взаиморасчет. По прогнозам, прогнозы можно открыть, уже в Тинькофф посмотреть. Есть вот и отрицательные прогнозы, что падение состоится, есть положительные. В общем, агентства между собой не сходятся, аналитики. Но в целом, либо покупать, либо держать два варианта. И в среднем изменение цены ожидается в районе 7% рост. У меня есть более свежие данные. Тут вот 5 октября 2018 года, крайний прогноз. Сова Капитал прогнозирует падение акций на 4%, БКС рост на 1,5%, Альфа-Банк прогнозирует рост на 8%, АТОН дает оптимистичный прогноз роста в течение года на 20%. То есть, если высреднить все показания, показатели, то мы можем говорить, что аналитики скорее предвещают рост акций. И мы к этому росту, если присовокупим дивидендную доходность, то получается довольно-таки неплохой процент. То есть, компания довольно-таки интересна. Если рассматривать технический анализ, то на пару дней от текущего момента можно ожидать дальнейшего снижения акций. Это где-то день-два. А потом, согласно данных теханализа, прогнозируется рост. Примерно 73% из технических параметров говорят о том, что будет рост в ближайший месяц, там, два месяца. То есть, ожидаем скорее рост, нежели падение. Ну, и как я уже говорил, компания дивидендная. Ну, если даже акции маленько снизятся, там, на 1-2-3%, тогда все это перекроется дивидендами, и вы более всего вероятнее окажетесь в плюсе, чем в минусе. Такие компании, как Северсталь, вполне можно рассматривать на долгосрочную перспективу в качестве вложения денег как альтернативу вкладу в банк. То есть, тут риск, конечно, повыше. Есть всякие явления на рынке финансовом. Но все довольно-таки стабильно. Показатели все в норме. Я думаю, что ничего не произойдет, и вполне можно вкладываться. Спасибо вам за внимание. Скоро выпущу еще видео. Всего доброго.